Итак, всем здравствуйте! Хочу сегодня представить видео, которое называется Датчики угловой скорости против акселерометров Ну или постоянная маятниковая коррекция В свое время, искав в интернете информацию о том Каким образом можно при помощи акселерометров или датчиков угловой скорости Получить ориентацию объекта Я набрел на какую-то статью, которая называлась До сих пор смешна Датчики угловой скорости или акселерометры Подскажите, что лучше? Так вот, подсказываю Ничего! И сразу от глумления перейду к делу Объяснив, почему и какими недостатками и преимуществами обладает тот или иной датчик Итак, датчики угловой скорости Или гироскопы Или по-научному преобразователи угловой скорости Микромеханические преобразователи угловой скорости Я не собираюсь рассказывать, как они работают Но я расскажу, как они применяются Хоть их и называют гироскопами Но напрямую углы с них не получить Чтобы с трехстепенного датчика угловой скорости получить ориентацию объекта Нужно решить кинематические уравнения при помощи квутернеонов Либо также решение матрицы поворота И никогда не пробуйте проинтегрировать угловые скорости в углы Сразу Предупреждаю, ничего не получится Если вам интересно, как решаются кинематические уравнения То вам нужно посмотреть видео квутернеона Итак, отвечаю на вопрос Можно ли найти при помощи датчиков угловой скорости ориентацию объекта Мой ответ Да, можно Но из-за того, что мы получаем только кажущиеся угловые скорости То при пересчете, при интегрировании и решении кинематических уравнений Мы получаем постоянно накапливающуюся ошибку со временем Чем менее точный датчик Тем быстрее он накапливает ошибку в определении ориентации объекта Плюс всего этого дела только в том, что интеграл это очень хороший фильтр низких частот Теперь же речь пойдет о акселерометрах Трехстепенной акселерометр показывает полный вектор Кажущихся линейных ускорений Широко применяется в телефонах Для определения ориентации телефона Ну и там для всяких разных интересных фишек Типа переключение экрана Я думаю сейчас у многих такие телефоны И все эти фишки знают Ну и так отвечаю я на следующий вопрос А можно ли определить ориентацию объекта По акселерометрам Я говорю можно, но Только два угла Тангажа и крена Это во-первых Во-вторых Велика вероятность того, что при пересчете Ну как бы получатся погрешности, ошибки В-третьих это большие шумы и так далее И в-четвертых в ориентации объекта Будет составляющая угловой скорости То есть если вы начнете колбасить свой телефон То вы увидите как там ваш экран начнет колбаситься В принципе можно при помощи задания линейное ускорение Это повернуть экран телефона, смартфона И я так спокойно делаю И далее Вы конечно же хотите спросить меня А что же делать? Комплексировать Отвечу я Итак, что мы имеем? Датчики угловой скорости Это постоянно накапливающаяся ошибка ориентации объекта И акселерометра Это шумы Возможность получения ориентации Только по двум углам тангажа и крена А также влияние линейных ускорений На показания ориентации Итак, каким же образом это комплексируется? На функциональной схеме обработки первичных данных Вы можете видеть два блока Это триада датчиков угловой скорости И триада акселерометра Сначала идет решение Кинематических уравнений для угловых скоростей И получение из них кватернеона ориентации Полученного при помощи сигнала с датчика угловой скорости Далее при помощи полученного кватернеона Линейные ускорения переводятся Из связанной системы координат в инерциальную При этом получается некий вектор А штрих В случае с идеальными датчиками угловой скорости И идеальной ориентации объекта Этот вектор линейных ускорений будет параллелен вектору свободного падения Но на датчиках угловой скорости у нас постоянно нарастающая ошибка При этом вектор начинает не совпадать с осью G И при этом он начинает показывать на ошибку ориентации объекта под углом Так как я решаю все в кватернеонах Я беру два вектора Один из них 1.0.0 То есть вектор по х в глобальной системе координат или инерциальный А также вектор линейных ускорений И перевожу их к кватернеон ориентации при помощи мной написанной функции Далее идет фильтрация двух кватернеонов Полученные из датчиков угловой скорости и акселерометра Причем по одному параметру И параметр этот Это длина вектора линейных ускорений Которая при наличии линейных ускорений Не совпадает с вектором G Ну и после фильтрации цикл замокается Полученный кватернеон идет в пересчетке ненематических уравнений Для интегрирования датчиков угловой скорости То есть параметров полученных с датчиков и скорости Итак, как же это все работает на деле Здесь видна отладочная плата На контроллере ATMEGA 128 Подключенная по USB Через преобразователи интерфейсов FT-232 Вот он Преобразователи интерфейсов USB to UART И определяется как съемный ком-порт Далее По второму UART на контролле ATMEGA 128 Подключен блок датчиков Здесь имеет место быть Преобразователь линейных ускорений Или акселерометров трехстепенной И два двухстепенных датчика угловой скорости Чтобы сформировать две триады Триады угловых скоростей и линейных ускорений Также есть датчик давления Вот он Здесь показывается работа макета Далее сброс ориентации объекта При этом салатовая ось получается не скомпенсированная Сейчас как раз вокруг нее будет происходить вращение Далее по тангажу Вокруг зеленый И по крену вокруг красный Здесь можно видеть влияние линейных ускорений На работу макета Как видно они достаточно низкие За время работы по оси Z макет ушел на 90 градусов И это при том что никакой калибровки датчиков не было И проведена только компенсация смещения нулей датчиков угловой скорости Извиняюсь конечно за такое длинное видео Надеюсь оно для вас было информативно Всем говорю спасибо за внимание И пока вопросы можно задать на моем канале YouTube Субтитры сделал DimaTorzok